МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. В борьбе с непогодой глава Чуваши встретился с энергетиками Республики. Первый выход в свет в Чуваши начались выплаты пособия на первых детей. Судьба длиною в 100 лет жительницы Республики отметила вековой юбилей. Циклон отступил, но его последствия продолжают устранять. Последние два дня выдались для экстренных служб неспокойными. Было осложнено движение на трассах. Многие населенные пункты решили с электричеством. Перестал принимать соболеты Чебоксарский аэропорт. Но чрезвычайных происшествий удалось избежать. Сегодня глава Чуваши встретился с энергетиками, которые круглые сутки боролись с непогодой. Подробности в следующем материале. На контроле у специалистов этого центра вся энергосистема Республики. У диспетчеров не одной свободной минуты. За сутки они принимают сотни звонков. Никаких дефектов, замечаний нет. На должном виде можно вводить в работу. Все электросетевые объекты собраны на этой видеостене. Если случится обрыв проводов, то тревожные сигналы поступят именно сюда. Мощный циклон, который бушевал в регионе на протяжении суток, испытал энергетиков на прочность. От снегопада и ветра пострадали 12 муниципалитетов. Все те аварии, которые происходили на линиях, на трансформаторных подстанциях, на диспетчерский бункт, своевременно информация доходила. Отключено было 64 подстанции в сельской местности, 3 распределительных устройства 110 кВт. Мы помним горки 2014 год, когда ледовый дождь прошел по республике, и одна треть потребителей, одна треть населенных пунктов, прежде всего в сельской местности, да и в городской местности, оставались у нас без электроэнергии. Сделали мы тоже соответствующие выводы. Начали предусматривать в инвест в своих программах модернизацию существующих трансформаторных подстанций. Электричество в дома подали в считанные часы. Всего по республике работали более 40 аварийных бригад. Но чтобы подобраться к подстанциям и местам обрыва сетей, энергетикам порой приходилось штурмовать и глубокие сугробы на лыжах. Снег выше уазика. Уазик застревает, не может проехать, а все равно нужно делать переключение. Брали с собой лазы, когти, инструменты, оснастку и на лыжах шли полтора-два километра по заснеженному полю для того, чтобы подойти к месту порождений. Все эти дни энергетики региона работали в режиме повышенной готовности. И уже сегодня утром электричество было подано в каждый обесточенный дом. Если взять час на линии, все те средства защиты, которые как сработают, они на сегодняшний день позволяют нам, когда авария на линии, не на автомашине ездить по линии, а выявлять на каком километре, на каком участке авария произошла, чтобы аварийно-восстановительные бригады своевременно могли выехать на точки и устроить. Есть приборы ФИПы, фиксация обнаружения исправностей, они сразу показывают расстояние от подстанции до места повреждения. Ребята дежурные смены, молодцы. За 35 минут подали напряжение с хвоста, с другого линии. Просто никто ничего не успел почувствовать. Испытание непогоды прошла и система 112. Количество звонков превысило 7 тысяч. Если в обычные дни 112 принимают в проделах 1500 звонков, то здесь уже доходило до 3500 звонков за сутки. Задачи справились, оперативно передавали информацию, доводили и, соответственно, сокращали время оперативного реагирования на те аварийные ситуации, которые происходили на территории Чувашской республики. Чтобы свести количество экстренных ситуаций к нулю, в Чувашенерго продолжают модернизировать сети. Только на реконструкцию подстанции и внедрение продвинутых систем защиты планируется направить более 500 миллионов. Дмитрий Ковалев, Сергей Адушкин, Республика. Задолженность завода «Промтрактор» за потребленную электроэнергию будет урегулирована. Такое решение было принято на недавнем совещании в Министерстве энергетики России. В нем принимал участие и председатель правительства республики. Долги предприятий концерна «Тракторные заводы» перед энергосбытовой компанией превышают миллиард рублей. Ежегодно к этой сумме уже поставщики электроэнергии выставляют штрафы и пени. Иван Маторин отметил, что решение правительства страны позволит существенно сократить задолженность. Были приняты решения по урегулированию данной задолженности с целью стабилизации работы энергосбытовой компании, так как была угроза смены гарантирующего поставщика на территорию Чувашской республики. В ближайшее время будет выпущена дорожная карта по урегулированию данного вопроса. Я надеюсь, что в первом полугодии мы все эти моменты урегулируем. Какие планы выполнены и какие инвестиционные проекты реализованы? Два ресурсоснабжающих предприятия Чебоксар, водоканалы, коммунальные технологии подвели итоги за прошлый год. Впрочем, отчет о полном исполнении программ предоставил только водоканал. План выполнен на 101%. Предприятие успешно реализует инвестиционные проекты. Другая ситуация у коммунальных технологий. Цифры ожидаются гораздо меньше, около 45%. Низкие показатели руководства объяснят экономически необоснованными тарифами. У нас с 2012 года плавного убыточной тарифы. Несмотря на это, мы инвестпрограмму реализовали по электрике практически полностью, а по тепловому мы из собственных источников финансировали. Напомним, что соответствующая инфраструктура была передана коммунальным технологиям в управлении 10 лет назад. Уже три года предприятие не выполняет план. Организация не платит бюджет города арендную плату, растут долги за потребленный газ. Я не вижу ближайшей перспективы. Я не вижу, что вы сможете восстановиться. Я не вижу, что вы вылезете из этой долговой ямы. Еще раз, проблема эта становится для нас проблемой номер один. Мы выходим с вами сегодня в судебные отношения по расторжению договора. Поставить точку, передать сети, и мы найдем им применение. Чтобы не страдали наши горожане. Чтобы сети были восстановлены своевременно. Если вы не платите налоги, тогда они идут к вам в Чувашии к злостным должникам. Теперь выезжает специальная межведомственная комиссия. 437 тысяч рублей. Столько задолжал в налоговую службу Маргаушского района по страховым взносам. Руководитель одной из газет и параллельно индивидуальный предприниматель. Эдуард Мочелов в определенных кругах личность известная. Позиционирует себя как борец коррупции, посвящая этой теме многие номера своей газеты. Но вот с личной ответственностью у него не все в порядке. На принудительном исполнении в Маргаушском районном отделе судебных приставов находится сводное исполнительное производство в отношении Мочелова Эдуарда Валерьевича. В рамках сводного исполнительного производства судебным приставам направлены запросы в регистрирующие органы, проведена проверка имущественного положения должника. Однако указанные мероприятия к положительным результатам не привели. Судебным приставом исполнителям Мочелов неоднократно привлекался к административной ответственности, но указанные меры также не повлияли на то, чтобы должник исполнил решение суда. В последующем в отношении Мочелова было возбуждено уголовное дело по ст. 315 Уголовного кодекса. В настоящее время проводится соответствующая проверка Следственного комитета. После предъявления должнику обвинительного акта материалы уголовного дела будут направлены в суд. Зайти в редакцию членам межведомственной комиссии не удалось. Говорить должником пришлось прямо у прилавка магазина, через который и лежал путь в помещении редакции. После объяснений с участниками выездного рейда должник обязался внести нужную сумму до середины марта. Что ему мешало это сделать вовремя, непонятно. Ведь как предприниматель он должен был в первую очередь соблюдать букву закона. А как редактор газеты Эдуард Мочелов не раз писал о неотвратимости наказания за нарушение. Некоторые индивидуальные предприниматели, некоторые юридические лица, которые мы приглашаем на комиссию, не являются. Поэтому сейчас в этом году начали уже сегодня первый день межведомственную комиссию проводить выездные. Нарушая налоговую дисциплину, индивидуальные предприниматели не могут не знать, что по их вине районные бюджеты недополучают средства, которые можно было бы направить на развитие муниципалитета. К примеру, строительство местных дорог. Судьба длиною в сто лет жительница Чебоксар Антонина Ивановна Кудрявцева отметила вековой юбилей. Со знаменательной датой именинницу поздравили родные и близкие. Жизнь прожить не поле перейти. Родилась именинница в деревне Малая Яндуганова Маринско-Пасадского района. И за свой век повидала многое. Гражданская война, коллективизация, Великая Отечественная, перестройка. В годы войны работала в колхозе бригадиром. Там и мужа себе нашла. Супруги прожили вместе больше полувека и воспитали троих детей. Воспоминания молодости тесно связаны у Антонины Ивановны с непрерывным трудом. Так жила тогда вся страна. Даже в свои сто лет она по-прежнему полна оптимизма и любви к жизни. С юбилеем ее поздравил и президент России. Письмо из Кремля читают вслух. Желаю вам здоровья, благополучия и всего самого наилучшего. Президент Российской Федерации. Кто у нас? Президент России кто? Кто? Путин. Путин. Владимир Владимирович Путин. Правильно. Слух немного подводит, а память, как у молодой, удивляются родственники. Да и прогулки на улице по-прежнему в распорядке дня. Очень хорошо на улице гулять. С настоящим воздухом хуляешь, тышишь, очень хорошие. Дети говорят, мама – наше богатство. У нее учимся житейской мудрости, просим совета. Все вместе с нетерпением ждут лето, когда можно будет отправиться в деревню. Она всегда в движении, всегда в работе. Всю жизнь работала. Ну, в 16, в 15, наверное, в 12 начали работать. И до 80 лет она работала. После пенсии работала 10 лет по трудовой книжке. Потом еще она в совхозе работала. И свеклу она выращивала целый год. И картошку резать ее приглашали. Куда только она не ходила. Она давно говорила как. Я рождена не для того, чтобы умирать. Я хочу жить. Я рождена, чтобы жить. Антонина Ивановна считает себя счастливым человеком. Ведь рядом родные и близкие люди. Трое детей, семь внуков и четыре правнука. К сожалению, не так часто бываем у бабушки. На самом деле дела, бегаешь, там так далее. Но как минимум раз в месяц мы все приходим. У нас как бы четыре брата. Мы все с семьей приходим. Бабушка каждый раз встречает. Обязательно с ней поговорить надо. Она любит поговорить. Вообще человек очень жизнерадостный. И очень много позитива. Свои сто лет. И я думаю, еще у нее запасы есть лет на десять. Примерно. Судя по тому, как смотришь на нее. Как прожить до ста лет? Главное – любить, трудиться, помогать и дарить людям тепло, говорит Антонина Ивановна. И с этим не поспоришь. Рифат Фадкулин, Сергей Адушкин, Республика. В Калининском районе Чебоксар уже семь семей получают ежемесячное пособие. Первенцы родились у них в январе. Выписываются дети почти ежедневно. Наша съемочная группа встречала в третьем столичном роддоме новорожденную девочку. У вас это очень? Ага. Первый праздничный наряд новорожденной Насти. Выписка из роддома – волнующие события для малышки и ее родителей. Девочка в семье Парнюгиных первенец. Вот я смотрю на мир своими глазками. На маму смотрю. На всех смотрю. Жизнь удалась, да? В комнате выписки не протолкнутся бабушки, дедушки, телекамеры. В вашей семье произошло чудо. Вот этот маленький комочек, который будет вас радовать всю жизнь. Пусть растет счастливой, здоровой, чтобы вы гордились своим ребенком, а она гордилась вами. И первый документ вашей Настюше разрешите вручить? Поздравляю вас. Так, вам все. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Вместе с первым документом и первая правовая консультация. С этого года семьи, впервые ставшие родителями, получают дополнительную поддержку в материальном эквиваленте. По указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путинова, было установлено новое вид пособия. Это ежемесячные денежные выплаты при рождении первого ребенка. Размер пособия вот этого составляет в текущем году 8 910 рублей. Для получения этого пособия семья имеет право при наличии дохода на одного человека не более 13 995 рублей. Семь семей Калининского района Чебоксар уже получают ежемесячное пособие. Документы они подавали в МФЦ или в органы соцзащиты по месту жительства. Единственный нюанс, если обратиться до полугода ребенка, пособие назначают со дня рождения, а если позже 6 месяцев, то со дня обращения. Мы рассчитываем на пособие. Если все получится, то будем рады. На пособие ей понравилось, да? Да. Ирина Волкова, Дина Кустова, Александр Петров, Республика. Месячник оборонно-массовой патриотической работы идет сейчас по всей стране. В его рамках в столичной школе номер 40 открылся новый стенд музея «Сыны Отечества». Гильзы и патроны времен битвы за Москву, противогазы и колючая проволока блокадного Ленинграда. Формы и каски весеннего наступления на Берлин в 45-м. Музей «Сыны Отечества» работает в 40-й школе вот уже 9 лет. В экспозиции почти все основные события Великой Отечественной. История, которую школьники изучают по наглядным экспонатам. Сегодня музей пополнился новой страницей под названием «Легендарный Севастополь». Добрый день, меня зовут Анастасия. Сегодня я вам расскажу про битву за Севастополь, которая началась 30 октября. Ей руководил и обеспечил Черноморский флот во главе с вице-адмиралом Ктябрьевым. Вся история битвы на одном стенде. Здесь и описание ключевых моментов, и карта сражений, и даже фотографии бойцов. Я думаю, на стендах достаточно проще изучать историю, чем в учебниках. И это можно делать в любое время по собственному желанию. Я очень часто вижу, как мои одноклассники подходят, изучают вещи, которые находятся в музее, каски, форму. Это многим очень интересно, и они этим увлекаются. Я вам скажу, что в 40-й школе именно патриотизм, это я вам скажу основная тема, без всяких этих высоких высокопорных слов. Здесь именно растят патриотов нашего города, нашей республики, нашей страны. И это очень заметно. Вы посмотрите, вот сегодня вы обратили внимание, как дети читают стихи, как они поют, как они танцуют. Слов нет, они стараются, им это интересно. И они горды за то, что они делают. Это очень важно. И как напоминание о героических днях, севастопольский вальс в исполнении кадет. Севастопольский вальс, золотые дни, не свети в пути, не раз, вокруг нас дороги. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Победителей конкурса региональных аудиопрограмм «Вместе радио» в Приволжье назвали в Самаре. Среди них и передача «Великий и могучий» продюсер «Таван радио» Анжелики Ивановой. Она выходит в эфир каждую неделю. Смысл программы заложен в самом названии. Она о русском языке. «Великий и могучий» выходит каждый понедельник. Ведущие знакомят слушателей со значениями слов, рассказывают о тонкостях русского языка, учат говорить правильно. Вместе с «Великим и могучим» за звание лучшей тематической программы боролись еще 50 передач из разных регионов страны. Теперь победители регионального этапа ждут в апреле в Москве. В Самаре собирались представители окружных радиоканалов. Для них были организованы экскурсии и мастер-классы. До старта главного спортивного события четырехлетия Олимпийских игр в Пинчхане остаются считанные дни. В составе российской сборной 169 спортсменов. Среди них две представительницы Чувашии – Татьяна Акимова и Лана Прусакова. Татьяна Акимова уже находится на предолимпийском сборе в Южной Корее. Лана Прусакова в составе сборной посла Упстайлу пока тренируется в американском Денвере. Она, скрипя зубами, делает то, что просят от нее и заставляет тонера сборной команды России. И также она была здесь, как бы, надо было ее, но отношение к ней должно быть требовать от тренировок. Потому что она могла заставлять выполнять те трюки, чтобы она выполняла чисто, без казуса, без никаких помарок. Но она справляется с этим. Отметим, что для наших землячек это дебютные игры. Татьяна Акимова вступит в борьбу за Олимпийские награды 10 февраля. Первыми разыграют медали в спринте. Лана Прусакова выйдет на старт соревнований по Слоупстайлу 17 февраля. На старт, внимание, марш до традиционной лыжни России остаются считанные дни. Все регионы уже на низком старте. Как идет подготовка к массовому спортивному мероприятию в Чувашии, рассказал министр спорта Сергей Шултыков в режиме видеоконференции. Его провел министр спорта России Павел Колобков. Лыжня России проводится с 1982 года. В этом состязании участвуют не только любители, но и профессиональные спортсмены. У каждого региона за это время уже появились свои особенные традиции. Так, в Туле, в которой, кстати, пройдет центральный старт в этом году, всех участников будут угощать пряниками. В Чувашии лыжня России проводится с 2005 года. Министр спорта Республики Сергей Шултыков рассказал участникам видеоконференции об особенностях подготовки к лыжне в Чувашии. В этом году 26 площадок определены для проведения лыжней России. Основной старт, центральный старт, конечно же, у нас будет проходить в городе Чебоксары, в столице. Ожидаем здесь участие 13 тысяч человек. Все организационные вопросы на сегодняшний день решены. Программа спортивного праздника сформирована. У нас хорошей традицией стало проведение лыжней России и в сельских поселениях. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова